Здравствуйте! Еще раз представлюсь, меня зовут Сергей. Я тоже, как из многих здесь собравшихся, иногда позволяю себе писать стихи. О том, как они получаются, оцените. Первое стихотворение называется «Под другим углом». Взгляни на мир под другим углом, Стань отшельником или сдавай металлолом, Стань с дивана или стань с колен, Измени свою жизнь, как врожденный ген. Будь собой, ведь ты жить так не обязан, И ты ни к чему и никак не привязан. Все, что ты видишь, это только оболочка. Если нужно продать, то продай свою почку. Выйди на улицу, можешь даже голым, Ты увидишь, что мир этот радости полон. Не теряйся нигде и не стой на месте, Жизнь твоя станет намного интересней. Взгляни на мир под другим углом, Разнеси в доме все, как в лапке слом, Выбрись аналоса, вставь в нос кольцо, И хватит ходить с кислым лицом, Не ищи в других людях и капли понимания, Раскрой неординарностью свое сознание. Не откладывай на завтра или на потом, Взгляни сейчас под другим углом. Ух, какой-то личный, если в дворе называется чай. Затипает чай у окна. Не стой, не начинай, ты мне еще нужна. И истерика не справится в лучшую сторону. Я не знаю, что будет, но было здорово, Было здорово вдвоем смотреть в небо, Было здорово голубей кормить хлебом, Было здорово, все было здорово, Было здорово все делить поровну. Но циркуль замыкает линии, Дочерчивая круг. Возможно, ты не одна, И у тебя уже есть друг. Ты просила без рук, я просил остаться. Все советы под рук, И мне сложно сдержаться. Чай остывает, и тлеет сигареты фильтр. Такое с каждым бывает, И это не залить спиртом. Я хотел просить курить, Но придется подождать, Нам больше не о чем говорить. Такое стихотворение называется «Псих». И нервные к черту, И дергается глаз, На битву соседа можно? Может, в другой раз, А может, просто с разбега головой В стену, или в ванну с водой, Игнорировав систему, Или выпить зелье от состояния истерики, Чтобы вселенную объехать на зеленом велике, На таком же зеленом, как трава, На лужайке, где жучки и червячки, Которых не жалко, Или прыгать на месте, Как и корюка страна, В голове с пустотой и звоном ведра. Может, позвонить кому, Чтобы успокоиться? Да и позвонил бы, Но неохота ссориться. Ну и заключение стихотворения Называется «План эвакуации». Ты должен знать план эвакуации В любой момент, В любой ситуации, Изучить все возможные выходы И входы наизусть, Копчева, ульи, соты. Ты должен действовать быстро и незамедлительно, Рассчитав все точно, А не приблизительно. И когда угроза идет для твоей нации, Ты должен помнить, Ты должен знать план эвакуации, Когда посещаешь места неизвестные, Где все заманчиво и прелестно. Спроси настойчиво и непоколебимо, Где план эвакуации? Мне знать его необходимо, И не лезь за словом в своих карман. Если нет плана, Придумай его сам, Выжить дверь, разбей окно, Ты должен выйти все равно. План эвакуации – это план Б, На случай неудачи плана А. Он будет решающим в твоей судьбе, Запомни его, Иначе зачем тебе голова? Сверяешься с числами и проверенными данными, И пусть другим это покажется странным, Но в здравом уме или на пороге деградации, Ты должен помнить, Ты должен знать, Ты должен помнить и знать План эвакуации. Спасибо. Всем удачи.